александр северов представляет здравствуйте с вами снова есть сегодня покажу вам как разобрать ipod color для этого я достал буквально все свои инструменты которые имеются потому что честно говоря ранее не приводилось разбирать такого не рода а вообще именно такие устройства поэтому на всякий звуч и взял абсолютно все что есть вот вот допустим попытаемся его разобрать как обычный под классик для этого берем такую хрень зеленую она обычно во всех наборах для разборки имеется и пытаемся поддеть но он еще и включен так еще пытаемся вырубить вот этот плеер поступил ко мне от владельца с жалобой на то что пропала подсветочка так так да значит разбирается так же как ipod classic это сложнее довольно таки так так Продолжение следует... Так. Кстати, вот такие вот штуки, они походу одноразовы, потому что после каждой разборки одна такая хрень уже становится почти что убитой. Ох ты, ну нифига себе. Чё тут у меня вылетает-то, господи. Похоже, что этот плеер уже был настолько часто падал, что вообще жесть. Потому что это сейчас отлетает что-то изнутри. Пластик какой-то. Потому что снаружи, я смотрю, ничего такого нету. Вот. Сейчас снимем верх. Так. Оба. Либо что-то я тут нужно... Придется снять такую вот эту вот наклеечку. Потому что она мешает. В принципе, если хозяин захочет, я обратно потом приклею. Вот. А вот я и нашел, откуда эта часть отлетела. Сейчас покажу. Только сначала нужно всё-таки снять крышечку. О. Так. Ох. Уф. Всё. Вот этой штуке пришёл конец. Вот этой вот. Она оказалась из-за того, что была плотно прижата, была незаметна. Но вот тут вот есть трещина, из-за которой всё и развалилось. Значит так. Вот так вот мы открываем. И что мы здесь имеем? Ух ты. Ну, нифига себе. Факс конда. Тут прямо всё на платах. Не то, что на моём классике. Ну-ка. Сможем ли мы? Ну, нифига. Су-стук. Как вот тут шлейф-то отключается? Нифига. Или это что? А, это чисто приклеено так. Аль нет. Аль нет. Мда. Вот этот шлейф, он... Сейчас попробуем поддеть чему-нибудь. О, отлично. Намного проще на классике снимается. Крышечка оригинальная. Сломалась у нас вот эта вот штука. Она была, точнее, сломана. Вот эта вот. Так. Жёсткий диск. Этот плеер, как я смотрю, ни разу не разбирали. Жёсткий диск здесь у нас полностью в своём бундировании. Защитно, так сказать. Да. Так, нам его нужно снять, чтобы вытащить шлейф. Он тут такое чувство, что приклеен. Да, эта хрень приклеена, придётся потом на двухсторонний скотч это всё клеить. Господи, как же здесь это всё? Не понял. А-а-а. Всё. Понятно. Так, аккуратненько. Значит, так. Здесь вот у нас имеются углубления такие. Шлейф, из которых вынимается... Вот шлейф у нас получается вот эти сами штуки. Они такие вот длинные. Вот. И они вытаскиваются. Это у нас был шлейф жёсткого диска. Так. И... Моделька. Тошиба. Так, эту штуку я не хочу отрывать. А тут приклеивать. Сделано в Филиппинах. Ну, ладно. Хотя, в принципе, вот так вот. Нормально будет. Так. Пошли дальше. Дальше у меня всё интереснее и интереснее становится. Так. Ох ты его. Упало. Так, сейчас жёсткий диск вот так положу, чтобы не потерять. Так, аккуратненько поддеваем. Поддеваем. С одной стороны. С другой 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 стороны. Экран просто выводит изображение цветное, а подсветка уже сзади подсвечивается. Вот. И либо я поменяю подсветку, либо я поменяю это всё в сборе. Смотря, что вообще будет там по запчастям. Ну, такие вот насадочки мельненькие, я смотрю, здесь ещё есть. Это, опять же, подтверждает то, что похоже, что этот плеер не разбирался. Либо довольно-таки разбирался довольно-таки неглупым человеком, который это всё случайно не оторвал. Или ещё что-то с ним не сделал. Но плохо то, что здесь есть вот такие вот мелкие шлейфы. А, здесь ещё видно, да? Вот это минус конструкции. Батарейка, кстати, здесь тоже, опять же, меньше, чем в классике. Так, плата у нас здесь привинчена. Так, всё посмотрим, для звёздочка 4С подойдёт. Мне нужна звёздочка побольше. Так, а ещё больше есть. Или она уже совсем большая будет. О, мне самая большая, нормальная. Вот, что-то прям весь кадр рукой закрыл. Так. Теперь нужно куда-нибудь все винтики в одно место собирать. Так, аккуратненько. Ну, ох ты, ну, нифига себе. Это даже заводская пломба сохранилась на болтах. Ну, по-другому он называется, фиксатор резьбы. Его используют, в принципе, как пломбочку. Вот, про-другому. А кто-нибудь дет. Так, всё. А после lighter мыши. Кooh-как. Открым торт. так ну вроде все возможно здесь что-то скрывается но вроде бы как все все попробуем да похоже что все так да похоже что вы здесь вот что-то тоже еще скрываются да скрывается обратите внимание что вот под этой черной наклеечкой имеется вот тут вот еще один болт вот он да что что будешь делать застрял так уронил болтик так получается 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 да ровно 5 нормально так снимаем плату я ради я отрубил шлейф хуже что придется самому выдергивать вот до маленькая платка думки небольшая мы сняли нашу плату она вот так вот выглядит так дальше у нас остается здесь батарейка такая хрень как это это не сами кнопочки еще не эти кнопочки а специальная защитка для батареи так как так нет похоже что все таки этот плеер уже разбирали так здесь на тех местах куда вкручиваются болты там такие штуки есть как бы такие палочки то есть существу например здесь покажу вот такие вот палочки куда вкручиваются ну стоечки такие куда вкручиваются болтики и в некоторых местах они треснувшие где-то отломаны либо если этот плеер все-таки никто не разбирал я еще раз прошу владельца то это значит что этот плеер очень часто падал вот вот и сам экранчик сейчас мы его разберем посмотрим чё вообще с ним да помните я говорил что здесь экран состоит из двух частей из того и той штуки которую вводит изображение это которая подсвечивает вот этот большой шлейф это та штука которая выводит изображение маленький шлейф это та штука которая подсвечивает сломалась та штука которая подсвечивает я не знаю как называть я это называю вот так простому вот сейчас я не знаю получится ли это разобрать вообще разборная ли это пока что все все показывает что это нихуя не разборная либо же это сидит на клею на разборная да скорее всего это все сидит на клею хотя нет постойте-ка вот это это за щелка или чё это блять нет это тоже такая же херень да это такая же херня сидит это это короче значит так это это вся херня разборная но проблема заключается в том что это все сидит на клею и либо я это доламываю разбираю и я не знаю честно говоря че я хочу тут сейчас мне только что может быть еще то нет нету чистое все да тут их чистое до ситуация так сейчас попробуем короче сейчас позвони владельцу узнать о чем он скажет сейчас секунду так ну что ж я связался с владельцем пока он к сожалению не может дать точного ответа но сказал что скорее всего буду будем покупать новые поэтому этот я разберу и возможно смогу его починить когда придет новый поставим новая оставим про запас потому что это такая достаточно частая такая болезнь в этих плееров ну-ка сейчас все таки мне кажется что тут заглушку так и вот кажется это да это это не было заглушка это так чисто чтобы ухватиться удобнее ну что что такая вот разборочка ipod хотел сказать classic нет ipod фото такая вот разборочка подписывайтесь на канал чтобы увидеть мои видео первым и до скорой встречи пока пока подписи вконтакте и на меня в инстаграме